11-й случай заражения коронавирусом подтвержден в Павлодаре. 50-летнюю женщину доставили в больницу с симптомами ОРВИ. Выявить COVID-19 удалось после второго теста. Сделали его, к слову, потому что у пациентки развилась пневмония. Между тем еще одну многоэтажку закрыли на карантин. На месте побывал Артем Клеван. В Павлодаре дом по адресу Мира 54-1 уже четвертый в списке карантинных. Процедура изоляции такая же, как и в других многоэтажках. Санобработка, выставлен пост полиции, наварили щеколду. Здесь, правда, сложнее. Люди живут в комнатах, пользуются общим туалетом. А потому контактируют друг с другом куда ближе, чем, к примеру, на Чокино-100. Отцепили территорию здесь вечером 14 апреля. Именно отсюда в больницу доставили очередного пациента с коронавирусом. 50-летняя женщина медикам сообщила, никуда не ездила и с зараженными не контактировала. А вот ее круг общения был весьма немаленький. Пока установлено 54 человека. Но и санврачи не исключают всех соседей. Достаточно тоже серьезный большой контакт. У них только среди родственников, которые в общежитии рядом жили, было 6 человек, в том числе детки. А там уже еще все общежития, которые не имеют условий для изоляции. Почему вчера активно вывозили близких контактов? Они общежития, все вместе угощаются, все вместе моют посуду в одной раковине. Там у них одна бытовая комната. Санобработку в многоэтажке по Мира 54-1 проводили до 4 утра. Жильцы восприняли изоляцию с возмущениями. Полицейские тоже отмечают в городе много тех, кто карантин всерьез не воспринял. В первую очередь это касается прогулок во дворах. Многие не понимают, есть у нас во дворах дети, детей до сих пор отпускают играть. При этом люди до сих пор возмущаются, но будем принимать конкретные жесткие меры. И плюс бы я хотел бы сказать родителям, что кроме 476, который предусматривает, есть еще здесь параллельно 127 статья административного кодекса, именно невоспитание детей. То есть они таким образом ставят в опасность детей. А еще по данным полиции, автолюбители стараются объехать посты внутри города. Меры обещают ужесточать. За два дня 108 машин водворены на штрафстоянку. Решением суда один водитель арестован на двое суток. Артем Клеван, Антон Тыщенко, телекомпания «Ирбис». Клеван, Антон Клеван, Антон Клев. Артем Клеван, Антон «Ирбис». Продолжение следует...